Депутат Мажелиса Нуржан Ашимбетов прибыл с рабочим визитом в областной центр. Здесь он принял участие в совещании по вопросам архитектурного облика и строительства однотипных жилых домов в Павлодаре. Подробнее в следующем сюжете. Во время своей рабочей поездки Нуржан Ашимбетов встретился с жителями Затонского микрорайона, где несколько лет идет процесс сноса ветхого жилья и обсудил с ними сложности в данной работе. Все услышанные претензии он озвучил на совещании по архитектурному облику областного центра. Сегодня частник, который в прошлом году снес два дома и начал строительство, ведет это строительство не очень активно. Во-первых, сегодня мы пошли, стройка была закрыта. Люди не верят, что частник быстро начнет их сносить. Они задаются вопросом, обратились ко мне, когда все-таки займемся ими. Там аварийность доказана, ЧП может произойти в любой момент. И я предложил городскому акимату и депутатам, чтобы рассмотрели вопрос поэтапного сноса. Не обязательно задать частного застройщика, когда у него появится желание строить. Может, у них вообще желание не появится. Выделять деньги из бюджета для государственных нужд, очищать эти дома, то есть территорию, старые дома сносить. Потом там какие объекты строят, пусть решают архитекторы. По мнению депутата парламента, возмещать жилье можно и со вторичного рынка. Для этого понадобится более 360 миллионов тенге. Местные власти пообещали рассмотреть данное предложение и считают это первоочередной задачей. Также одной из тем для обсуждения стал план детальной планировки в микрорайоне «Достык». В связи с тем, что это въездная часть города, новый микрорайон, мы запланировали туда новые современные проекты. 12-16-этажные дома с современным архитектурным обликом. К сожалению, это мы разработали в 2017-2018 году, снос произвели. Сейчас начали строить дома по старым типовым проектам еще советского периода. И я задаюсь вопросом, куда делись первоначальная разработка. И мне отвечают, что бюджетные деньги не позволяют строить красивые дома современным архитектурным образом. Руководство управления архитектуры и градостроительства признает, что внешний вид зданий важен, особенно лицевая часть, которая встречает гостей при въезде в областной центр. Мы будем детально просматривать, чтобы были особые современные эстетические элементы, были предусмотрены в технических решениях. То есть, если мы говорим о внешнем облике, это у нас уже как современные стекольные, современные структурные какие-то формы. Может быть, тот же вентилюруемый фасад, может быть, с сочетанием с тем же кирпичным исполнением. То есть, мы будем эти вещи просматривать. И если придем к общему и свяжем это каким-то образом с финансированием бюджета, чтобы это позволяло потом реализовать проект, то мы обязательно постараемся максимально выполнить облик города, чтобы въездная часть смотрелась максимально. Также на встрече была озвучена идея, что улучшить архитектурный образ города позволит совместная работа с крупными застройщиками. В частности, предложить им разнообразить свои строительные проекты на более современные. По мнению Нуржана Ашимбетова, раньше Павлодар считался одним из передовых городов по улучшению архитектурного облика. И данной деятельностью он пытается вновь вернуть его в лидеры.